Добрый день, я доктор геолога нейрологических наук, институт геологии рудных месторождений. Ну, про академию я говорить не буду, здесь много сказано. Но поскольку я геолог и занимаюсь, так сказать, ресурсами, то мне хотелось сказать об этой отрасли, которая, в общем-то, кормит страну и все остальные направления. В 90-е годы отрасль фактически, так сказать, разрушалась постепенно. В 90-м немножко, значит, начало восстанавливаться, потому что налог, плата за недра, немножко оставался в субъектах федерации. В это время начали заниматься поисками, прогнозированиями месторождениями, начали проводить конференции, но это просуществовало недолго, в 2001-м, по-моему, где-то так вот. Значит, эти денежки все забрали в Москву. Значит, я могу сейчас сказать, что из субъектов федерации, которые вкладывают свои деньги в поисковые работы, это вот осталось за Байкальский край. И трудно еще назвать еще кого-то. Практически субъекты денег не кладут, у них их нет, они в Москве. В прошлом году я увидел письмо, где, значит, все же в министерстве увидели, что мы катимся уже, так сказать, вниз, и предложили создать региональные организации, которые бы занимались прогнозами, поисками месторождения. Но, значит, это сменилась власть, значит, и сейчас все региональные управления природными ресурсами, ликвидируемые, остаются отделы. А, значит, все будет вершить теперь, значит, окружные. То есть, весь сибирский округ, скажем, будет руководить из Красноярска. Но руководителем этого, значит, подразделения будет швея, которая 10 лет занималась в отделе прогнозирования. 20 лет в стране не открыто ни одного крупного месторождения. Все распределено. Практически мы не слыхали, чтобы были ГОКи, кроме, так сказать, некоторых. Потому что все разобрано, но они берут кредиты, ВТБ и прочее, и вкладывают. Но когда они кончаются, значит, все повисает. Ни одно месторождение не работает. То есть, ну, что я могу сказать? Я в прошлом году написал об этом губернатору Ильковскому, который выпускник Горного института, и, казалось бы, должен был к этому прислушаться. Я написал об этом уже второй раз Путину. Ну, второй раз мне, так сказать, присудили 10 тысяч заплатить за то, что я вышел с плакатом к Совету Федерации, где было написано. Представители регионов, как вы собираетесь выходить из кризиса без науки? Мне дали 10 тысяч. Я не стал обращаться к Росконференции, чтобы они оплатили. Я все же свой профсоюз, так сказать, усовестил, что вы, ребята, так сказать, не ходите на мидинги, ну, хоть частично компенсируете. То есть, свою задачу я вижу, я не, так сказать, предложение общее пока не даю. Я свою задачу вижу, чтобы, значит, вот все же вот эту информацию распространять. И вот когда возле Совета Федерации меня пригласил Торшин, заместитель Матвиенко, как с себя мы разговаривали, минут 20, значит, он мне предложил, ну, напишите свои предложения. Не было времени. Сейчас, наверное, придется написать, потому что, значит, если Дума, если Совет Федерации, вот эти комиссии, если они не включатся, то вот геологическая отрасль, вот все, у нас уже нету, мы половина металлов, у нас нету, мы покупаем очень много, но у нас и все остальное рухнет. Спасибо. Спасибо.